7 ноября около половины десятого утра на Мегаловской эстакаде столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшая женщина и ребенок. Машины двигались в сторону Москвы. Один из автомобилей остановился на развязке, по словам сотрудников ГИБДД, без соответствующего знака на аварийной сигнализации. Другой автомобиль не успел перестроиться перед остановившейся машиной, врезался в него, а потом зацепил идущий по средней полосе Логан. Ехал я по полосе, стояла машина с аварийкой. Вот этот молодой человек на 21-11 начал меня обгонять, и он не успел перестроиться, чтобы меня обогнать, потому что я тут ехал и ударил машину. Вот, ударил машину, а потом отскочил и ударил мою машину. Ну и все как бы. Пострадавшие есть? Пострадавшие там женщина, ребенок у меня в машине сидят. Вот, ну не знаю, сейчас это самое, посмотрим. Вы за рулем какой машины были? Рено Логан. Вот это вот стояло? Да, вот это вот. А вот это пошла на обгон. Я ехал в левом ряду, он начал меня обгонять, и увидел, что здесь машина, ударил по тормозам, его развернуло, и он начал бандить нас. И ее сначала, потом меня уже ударил. Медицинская помощь потребовалась женщине с ребенком, находившимся в одной из машин. По данным ГИБДД, предположительным виновником аварии станет водитель аварийной машины. Останавливаться без соответствующего знака на эстакаде нельзя. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС и госавтоинспекции. И еще об одной аварии рядом с Мигаловской развязкой. 7 ноября появилось видео столкновение УАЗа, Почты России и грузового Форда. Напомним, авария, в которой пострадали 7 человек, произошла утром 6 ноября. Патрульная служба работала на месте ДТП. На пересечении улицы Грова и проспекта 50 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия, по информации на данное время, пострадало 7 человек. По всей видимости, один из участников дорожного движения выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал стафора. По ДТП будет проводиться проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. Как утверждал водитель автомобиля Почты России, он двигался на зеленый сигнал светофора. Форд шел на перерез. Изначально водитель Форда сказал сотрудникам ГИБДД, что сомневается, на какой сигнал светофора выехал на перекресток. Как мы уже сообщали, в аварии пострадали пассажиры УАЗа. Все они – почтальоны. Редактор субтитров А.Семкин